Всем привет! Большое спасибо, что вы заглянули на мой канал. Для тех, кто на моем канале впервые, меня зовут Марина. Я мама трех замечательных деток. Моему сыну 12 лет, двойни 4 года. Я проживаю в Америке и на этом канале делюсь нашей историей. У нас сегодня запланирован open house. Он будет у нас с часу до трех. Когда они могут продать дом, это встречается очень часто. У нас, в общем, есть два часа. Мы сейчас пойдем где-то вместе покушаем, погуляем и будем надеяться, что сегодня наш дом продастся, найдет своего покупателя. Кстати, смотрите, как удачно я сделала стрижку. Она у меня каскад и недавно я купила плойку, я вам показывала. И вот попробовала, она крутилась, отлично держится, крутится очень легко, буквально 5 минут и результатом я очень-очень довольна. Итак, что же такое open house? В буквальном смысле слова это означает открытый дом. И это говорит о том, что абсолютно любой желающий может прийти посмотреть наш дом. Вам не нужно назначать определенное время, либо иметь разрешение из банка. Как правило, open house делают в субботу, либо в воскресенье. На сайте размещают уведомления о том, когда будет проходить open house и в какое время. И именно в это время вы просто приходите по указанному адресу. Мы точно так же, как и во время просмотров, должны покинуть дом и навести идеальный порядок. В нашем доме будет присутствовать лишь наш риэлтор. Ну что ж, так вроде бы уже получше. Готово. Следующая комната. Детвора уже опять прыгала на моей кровати, нужно поправить и уже заляпанное стекло. У нас open house был назначен с часу до трех. Лично я никогда результатов от таких open house не видела. Но мой муж и свекровь уверяют меня в том, что это действительно может помочь продать дом. Мне остается им в этом плане только довериться. У меня все готово. Окей, ребята, я готова. Мы можем идти. Когда детвора садятся в машину, я еще всегда возвращаюсь домой, пробегаю все этажи и комнаты для того, чтобы быть уверена, что все лежит аккуратно и на своих местах. И также еще очень обязательно один момент проверить, чтобы входная дверь была закрыта. И обязательно нужно проверить, чтобы был на месте наш ключ. Вот именно здесь и хранится наш ключ и код знает только наш риэлтор. Вот теперь уже, пожалуй, точно все. Ну что ж, вот мы уже и дома и теперь я могу поделиться с вами, как же прошел наш open house. На улице сейчас душно, но нам с детками надо посидеть на улице, дать им возможность побегать, поиграться. Они не хотят сидеть дома. Да, Катя? И тенни пиры для Christmas. Да, для Christmas, да? Это мой любимый тенни. Нет. Этого медвежонка папа подарил в самый первый день рождения Кати и Никиты. 6 марта 2018 года. Только вот папа не учел тот момент, что все-таки родилась двойня. Нужно, наверное, каждому. А он нам принес, когда в роддом, да, на следующий день пришел и принес вам такого вот медвежонка одного. И два шарика воздушных. На одном было написано It's a girl, и на другом было написано It's a boy, да? Это мальчик и это девочка. Вот, сидим. Хотим пойти чуть позже на детскую площадку, но уже, наверное, где-то часиков в пять, когда уже, может быть, станет немного легче. А мы только что, у нас был open house, сказали, нам риэлтор, наш сказал, что было три пары. Одна пара очень заинтересована, и обменялись они контактами, они дали контакты своего риэлтора. В общем, посмотрим, что из этого получится. Совсем скоро уже будут известны результаты, если у нас что-то получится сегодня. Будет видно. Да. Что тут произошло? Папа. Папа тебя привязал к столбу? Да. Зачем? He stuck me in there. Mom, help me. Mom, help me. Stop it. Why you did this with your daughter? She let me? Mom, help me. Mom, help me. Катя дала маме добро на съемку. Ой, ну что ж, нет, мы дом не продали. Предложение нам не поступило. I take mom water. Ты пьешь маму воду? Yeah. Да. Но зато нам сделали предложение те ребята, которые смотрели наш дом неделю назад. Они у нас были вторые по счету. Они посмотрели наш дом, им очень понравилось. Но его тогда смущало пару моментов. Его смущало то, что наш район только застраивается. И шума. Он боялся, что будет очень много шума. Второй момент это то, что бюджет был максимальный из того, что они могут себе позволить. Скажем, даже так было немного выше, чем они бы хотели. И... Никита хочет показать, как он умеет прыгать. Ну, покажи, покажи. Вот, какой сильный Никитка. Молодец. И Катя тоже. Сейчас, ребят, посмотрите уже тоже, как может Катя. И потом я вам все дорасскажу. Да? Катя, вы видите, она в штанишках. Почему? Потому что она в платье. А здесь, в Америке, когда девочки одевают платье, они под низ обязательно должны поддевать шортики. И получается, как раз шортиков чистых у нас не было. И Катя захотела одеть штаники. Ну, в общем, вот так вот. И-хо! Да, и значит, получилось так, что они к нам пришли с вечным предложением. Чуть-чуть уменьшив сумму. И, в общем, мы согласились. Мы согласились, потому что очень-очень тяжело продать сейчас, в это время, дом. Тем более, когда такая высокая конкуренция. И мы, честно сказать, мы очень боялись. Мы даже подготовили, скажем так, такие запасные варианты. И были готовы к тому, что еще продолжительное время Чет будет работать в другом штате и приезжать домой только на выходные. И мы боялись, что это продолжительное время может быть не просто несколько недель, а несколько месяцев. Поэтому мы сделали очень хорошую уступку. Но документы будут официально подписаны завтра, так как они сейчас еще ведут переговоры. Но мы уверены, что мы эту сделку получили. Всем большое спасибо, кто искренне поддерживал, кто искренне желал нам удачной продажи дома. Скажу сразу, мы продали даже за меньшую цену, чем мы покупали. Но обязательно расскажу вам больше уже в следующих видео. Пока-пока, ребята. Меня уже детки катают. Давайте я вас раскачаю. Покатать вас? Или вы с мамой будете? Да, ну садись, мама покатает. Ну давай тогда, Никита, садись. Покатя, дай Никите тоже сесть. Выше, скажи выше. Выше. Вот умничка. Никитка, держись крепко. Ну что ж, ребят, большое спасибо всем, кто присоединился ко мне в этом видео. Мне очень не терпелось поделиться с вами нашими хорошими новостями. Мы немного потеряли на нашем доме, но порой, теряя, ты приобретаешь больше. Последние 4 месяца дались нашей семье очень нелегко. Но так как я стараюсь всегда больше делиться положительными эмоциями, я этот момент опускаю. Ей, да? Ей! I wanna taste cupcakes. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok